Чревато трагедии купания в неположенных и необорудованных местах. С начала лета на водоемах Чувашии погибли 8 человек, из них двое детей. И хотя сейчас погода не располагает купанию, тепло еще вернется, а значит вернутся и проблемы, связанные с безопасностью. 12 или 15 это было мая, с друзьями мы пошли купаться, вода была холодная. И решил ли, там мужчина попросил пойти на глубину, проверить глубину. Я пошел, начал тонуть. Потом я вспомнил правила безопасного тону. Начал всплывать, позвал друзей, пытался позвать друзей, на помощь кого-то звать. Друзья подошли, руку мне подали, я вышел из воды. Георгию повезло, его услышали и спасли. Но везет далеко не всем. Чтобы несчастных случаев не было, действуем по ситуации, говорят спасатели. Внимание, четверо мальчиков около быков, аккуратнее. Следовать строго букве закона и не допускать детей к воде без родителей – главное правило. Но когда нет рядом мамы и папы, приходится их заменять, говорят они. Мы из двух зол выбираем меньше, хотя это формально мы нарушаем. То есть я с детьми говорю, разговариваю, предупреждаю, даю инструкции и просто их контролирую. Дети, конечно, приходят, больше 80% детей плавать вообще не умеют. То есть потрогал воду и все. Это первое. Второе. Дети не знают и родители, не знают правил безопасности. Обращать внимание нужно не только на правила безопасности, но и на место, где вы собираетесь искупаться, говорят спасатели. В этом году в республике официально открыты и допущены к эксплуатации 13 пляжей и почти 120 мест для купания и отдыха. Стоит отметить, что все несчастные случаи на водоемах происходят в запрещенных и необорудованных местах. Вроде бы все делаем, а количество несчастных случаев есть уменьшение в пределах 5-7% ежегодно, но это мало. Хотелось бы, конечно, подойти к минимуму, к историческому, но пока не получается. Причина абсолютно наша, человеческая. Взрослые тонут на воде в нетрезвом состоянии и все купаются в необорудованных местах. Дети гибнут по нашей преступной, халатной такой безответственности. Правила поведения на воде не так уж сложны, но без помощи взрослых здесь не обойтись. Я всегда прихожу гулять сюда со своей сестренкой и далеко не пускаю ее, всегда находятся в поле моего зрения. Я ей рассказываю, что далеко нельзя заплывать за буки, нельзя заплывать. Вести себя надо аккуратно. И все же для того, чтобы обезопасить свой отдых у водоемов, нужно знать три основных правила. Не принимать алкоголь у воды, не переохлаждаться и держать своего ребенка в поле зрения. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Валерий Резюков, Республика.